Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Ольга Черкасова, нутрициолог, руководитель международного фитнес-проекта. Здравствуй, Оля! Здравствуй, Мария! Радостно тебя видеть. Давай сегодня поговорим о диетах. С удовольствием. Опасны ли они для организма или это, наоборот, благо? И, в общем-то, монодиета, ну, постараемся пошире рассмотреть это слово. Что такое диета? Ну, вообще, слово диета у людей, у большинства людей вызывает стойкие отрицательные ассоциации, связанные с ограничением, с лишением, с страданием. В принципе, да, краткосрочные монодиеты такими и являются. Но то, о чём говорят нутрициологи, сбалансированное питание или правильное питание, правильная диета, в принципе, это именно баланс всех белков, жиров, углеводов, микро-макронутриентов. Это тот уровень правильного питания, когда мы не испытываем лишений, когда мы чувствуем себя хорошо, сыто и находимся в гармонии с собой. Оль, всё-таки, чем опасна монодиета? Ну, так, в глобальном смысле. Глобально монодиета очень может навредить любому человеку, потому что организм у нас устроен так, что в желудке вырабатывается определённое количество ферментов, которые направлены на растворение разной пищи. Это и крупы, и овощи, и молочка, и фрукты. Когда мы выбираем только один какой-то продукт, и в течение додатного времени питаясь только им, то ферменты, которые должны расщепить этот продукт, подходят к концу, они исчерпываются, а другие ферменты находятся в излишке. Получается нарушение обмена веществ, что может привести к достаточно пагубным последствиям. Один из самых ярких, наверное, это гастриты, когда желудок просто не справляется, и сажают на лечебное питание такого человека. В принципе, оно будет именно очень близко к правильному питанию, потому что это будет дровно, это будет чуть ли не по часам, это будет сбалансированное питание, где будут и крупы, и овощи, и мясо. Человека такого обычно восстанавливают, и это не самый лёгкий и не самый простой процесс. Также учревато тем, что может нарушаться не только в желудке проблема, будет нарушаться проблема именно в организме, нарушается обмен веществ всех. Мы теряем мышцы, мы теряем эластичность кожи, у нас выпадают волосы, у нас гормональные сбои могут случаться, потому что не хватает организма жиров. И последствия этого бывают настолько плачевными, что люди попадают в больницу и устанавливаются очень долго. Кажется, что разрешить себе съесть лишний кусочек чего-нибудь вкусненького сделать просто. А вот потом устроить последствия сложнее. И очень многие считают, что сегодня я себе разрешу, например, полакомиться той или иной радостью пищевой, а завтра я сяду на диету, и я вот прям по мановению волшебной палочки всё сразу же исправлю и начну жизнь с чистого листа. Правильно ли это мнение и стоит ли так поступать? Ну, может быть, в первый день организм и как-то поймёт, да, что какая-то идёт адаптация, он отдаст излишки, но увлекаться, конечно, этим нельзя, потому что можно навредить себе в первую очередь. Организм, он очень умный. И когда мы даём ему всё правильно в балансе, то он этот баланс и сохраняет. Когда мы даём ему переизбытки, какие-то скачки, то может возрасти инсулин, да, в крови. Может подняться до диабета, когда мы будем чистить с такими мероприятиями. Могут пропадать мышечные волокна. Могут нарушаться гормональная система. То есть нельзя себя наказывать, да. Я считаю, что тот формат, где ты говоришь, это именно наказание. Кнут и пряник. Поощрила, потом себя наказала. Ничего хорошего из этого не будет. Лучше себя любить. И если поощрять себя чем-то, то потом вплоть не наказывать, а просто переходить сразу к сбалансированному, правильному питанию. Так организм гораздо проще и гораздо быстрее этот излишек из своего организма уберёт. Но тем не менее, сразу далеко не каждый готов на 100% перестроиться и перейти на правильное питание. Многие используют диеты. Вот ты как нутрициолог становилась бы на каких? И как правильно это сделать? То есть как правильно подобрать ту или иную диету? Стоит это делать? Не стоит это делать? С какими специалистами? Да, диет сейчас огромное количество, причём очень многие направлены на то, чтобы убрать какой-либо из видов нутриента из твоего рациона. То есть диета дюкана. Мы оставляем, собственно, белковую и жирную пищу, убираем углеводы. Чревато это тем, что у женщин по гормональной системе, по-женски, получается огромное количество проблем. Поэтому я не за диета. Я всегда буду утверждать, что самое правильное – это быть не на диете, а быть именно в сбалансированном питании. Никакая диета не поможет. Они имеют временный эффект. К сожалению, любая диета имеет временный эффект. Потому что мы сажаемся на диету на неделю, на две, на месяц, может быть. Но как только вы вернётесь к привычному образу жизни, всё вернётся на круги своя. Поэтому единственный правильный и верный способ – это изменить своё мышление, изменить свой образ жизни и сделать выбор в пользу здоровья и в пользу себя. Как ты относишься к диетам по группе крови? Имеет место быть, но тут, опять же, очень всё индивидуально. Одному человеку это подойдёт, другому человеку нет. Я всегда за то, чтобы сдать максимально анализы, стабилизировать их. Потому что очень много факторов в крови, которые могут сигнализировать о том, что чего-то не хватает. Допустим, человека тянет на сладкое. Неконтролируемо тянет на сладкое. Скорее всего, ему просто не хватает магния. Такое бывает. То есть нужно проконтролировать, просмотреть эти процессы. Или на хлебобучные изделия тянет. Тут нужно просмотреть, именно чего не хватает в организме. И, исходя из интерпретации анализов, уже дать рекомендации человеку. И это более правильно. То есть получается не садиться на диете, а обратиться за помощью к специалистам, которые подберут питание, всё это сбалансируют и действительно научат есть правильно. На самом деле не так сложно прийти к сбалансированному питанию. Надо сделать его максимально разнообразным, не монотонным. Нужно делать акцент на том, чтобы должны быть хотя бы три основных приёма пищи. Это завтрак, обед и ужин. Надо сделать их максимально вкусными, максимально сытными. Делать акцент на завтраке очень важно. Это крупы, это жиры в виде авокадо, яиц, белок яичный. Очень здорово усваиваются с утра. В обед также сделать акцент на балансе. Чтобы было немного крупы, буквально четверть тарелки. Чтобы была белковая составляющая. Чтобы были свежие овощи или с овощи на пару, не перетушёные. На ужин сделать акцент именно на клетчатке и белке легком. Это либо филе птицы, рыбы, морепродукты. Плюс свежие овощи. Обязательно добавлять масло, добавлять разнообразные специи. Не должна еда приедаться. Любая еда, она рано или поздно может приедаться. Поэтому экспериментируйте с едой. Делайте разные соуса. Добавляйте много разных пряностей. Пускай это будут монопряности натуральные, без усилителей вкуса. Но они придадут вашей еде настолько яркий вкус и необычное звучание. Что такое меню не будет называться диетой. И очень легко впишется в любой рацион. И самое главное выбросить из своего словарного запаса слово диета. Да. Потому что это ограничение. У нас уже есть такая установка, что диета это страдание, это ограничение. Поэтому я просто сбалансированно и правильно питаюсь. То есть не надо страдать. Не нужно, потому что организм не оценит ваших страданий. Нужно сделать так, чтобы ему было максимально комфортно. И он сделает так, чтобы вы были максимально здоровы. Спасибо, Ольз, за твои советы. До здоровья. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова